привет друзья ну я прежде всего хочу сказать что обзор про инновации мы конечно обязательно продолжим но сейчас погода совсем не позволяет этого делать потому что ну предыдущие два дня был просто каток на улице довольно прохладно ну а сегодня просто что-то вообще невообразимое может быть просто снежная буря практически весь день шел снег да еще с сильным ветром под ногами каша но в общем конечно в таких условиях делать обзоры про инновации мне кажется мягко говоря не совсем правильно поэтому дождемся более благоприятной погоды и тогда уже продолжим знакомиться с реновацией в разных районах москвы но сегодня нас передача реки и озера московского края и сегодня о речке чернушки вот который в общем то мало кто знает поскольку эта речка и она практически не видна то есть она на значительном протяжении заключена в подземный коллектор в трубу ну а примерно на половине ее площади она скрыта вот этими прудами ваньковскими семью и ваньковскими прудами вот и даже ну в этой связи например можно найти разные сведения о длине этой речке чернушки которые колеблются достаточно сильно некоторые считают что она около четырех километров длиной ну а некоторые что она доходит до шести километров но и видно это все связано именно с тем по преимущественно что в общем то эта речка она не только запрещена в коллектор но просто она проходит под этими прудами и ваньковскими и многие считают что как бы эти пруды они не являются частью этой речки хотя на самом деле пруды они как раз являются самым натуральным составной частью речки чернушки то есть под теми этими прудами начиная с первого и заканчивая седьмым она протекает там под ними вот и ну и несколько их подпитывают хотя конечно сейчас уже в меньшей степени сейчас в основном эти пруды подпитываются водопроводной водой сама речка чернушка насильно обмелела но она и вообще не уж никогда не было сильно полноводной но все-таки раньше конечно было более полноводной но сейчас поскольку пришел город урбанизм на всего понастроили естественно все перепахали переделали то конечно речке ставился стало совсем тяжело тесно трудно но и она стала хереть милейцы оболачиваться ну и так далее значит да и кстати вот этих прудов именно 7 хотя на первом том же в той же википедии и некоторых других источников вы можете на пусть носкать найти информацию что их 6 но на самом деле очевидно что их 7 но дать считать вот это 1 вот это 2 вот это 3 вот это 4 вот это 5 вот это 6 со с островком а это 7 но очевидно на что и 7 даже есть еще вот такой маленький прудик между 5 6 но это как бы такой небольшой переход на он как бы номера никогда не имел то есть он сам сам по себе и начинается собственно вот эта речка но по некоторым сведениям она начинается чуть чуть подальше первого пруда то есть где-то здесь и никольский тупик да и проходит это речка на всем протяжении по району покровская стрежнева это северо-западный округ москвы то есть проходит например на от никольского тупика и перещение никольского тупика ленинградского шоссе и до канала имени москвы до парка щукинской набережной собственно вот здесь это устье речки но что касается верховья то некоторые считают что верещика начинается отсюда ну то есть ну практически где никольский тупик да и рядом ленинградское шоссе но сейчас клетов этой речки здесь практически не видно здесь находится две войсковые части ну скажем так находили сейчас находится только одна то есть вот это здесь бывшая войсковая часть а вот здесь еще одна существующая Но она как бы сейчас уже наполовину войсковая часть, то есть там отряд Пересвета, причем эти войсковые части, они были такие достаточно секретные, важные, то есть это были внутренние войска МВД СССР, но потом, соответственно, МВД России. И внутренние войска сейчас это, соответственно, войска национальной гвардии, потому что внутренние войска это теперь национальная гвардия, переименованы. Ну и перепочинены. Но, в общем, этого войсковой части больше нету, не знаю, что там сейчас находится, вроде частью, какие-то структуры ЦСК, вот этой вот комплекса ЦСК ВМФ, ну может быть что-то и какая-то аренда, то есть, короче, там все как-то так запутано, засекречено, не очень понятно, какие-то там склады, гаражи, что там, кто там, непонятно. Ну а здесь вот действующая, да, часть вот войсковая осталась одна, вот частично, да, вот эту часть занимает, да, тут Пересвет, отряд Пересвет, отряд специального назначения, ну а часть вот продали под жилой комплекс Твид Парк, это комплекс Таунхаус. Вот, Таунхаусы здесь, в общем, богатые люди живут. Ну, действительно, местность очень такая, видите, красивая, один лесопарк, вот этот вот Покровская Стрешнева, ну и когда-то здесь находилась в 17-м, начале 20-го века усадьба Покровская Стрешнева, которая, соответственно, принадлежала Стрешневым Глебовым князьям, ну и церковь Покрова, она вот сохранилась здесь, и поэтому Покровская, это от церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Вот эта церковь, она сохранилась. Ну, собственно, сам дом и некоторые еще другие постройки, они тоже сохранились, но сейчас находятся в плачевном состоянии, уже причем довольно-таки давно. Ну, вроде как, дом отдали выше школе экономики, но я точно не знаю, насколько въехало оно туда или нет, и вообще, конечно, в принципе, территория там довольно-таки захламленная, хоть охраняемая, но достаточно, так сказать, неприглядная. Ну, а сам парк такой, в общем-то, довольно приятный, много там дорожек, можно погулять. Ну, и как бы вот этот вот каскад этих прудов, а пруды эти были созданы искусственно, то есть их выкопали, это копанные пруды, были созданы искусственно, вот, именно вот как раз, собственно, князьями Стрешневыми Глебовыми, которые здесь вот, собственно, жили. Ну, а пруды называются Иваньковские, кстати, что интересно, да, то есть не Стрешневские, вот, не Покровские, а Иваньковские. Вот, то есть первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой Иваньковские пруды. Ну, дело в том, что неподалеку здесь вот находилась когда-то деревня Иваньково и потом дачный поселок Иваньково, это тоже 17-18-19 век, но дачный поселок уже 19-й, начало 20-го веков, здесь сохранился дом, дача Носенково, вот здесь вот, на береговой улице, вот здесь она сохранилась. Ну, а так, вот здесь и деревня как раз, здесь госдача есть, тоже часть лесопарка Покровской Стрешневой занимается, здесь на Иваньковском шоссе. Ну, и здесь вот на речке Химки находилась, вот, собственно, деревня. Ну, не знаю, почему, с чем связаны вот эти Иваньковские пруды, все-таки деревня Иваньково находилась не здесь, а немножко все-таки подальше, здесь вот ближе. Ну, все равно рядом, конечно, вот, так что вот как-то так, вот, пруды Иваньковские, ну, а местность такая Покровская Стрешневой. Ну, Иваньково, в принципе, не вдалеку тоже находилась, на речке Химки. Ну, а сейчас вот в основном одни таунхаусы, такие для богатых людей, целые большие такие коттеджные поселки, вот, не очень высокие дома или просто коттеджи. Все заполнено вот на береговой улице, здесь на Никольском тупике, вот подальше. Ну, вот, так что эти труб-пруды, они выкопаны, да, ну, естественно, были созданы как часть вот усадебного ансамбля, вот, усадьба Покровская Стрешневая, которая здесь находилась. Ну, и, в общем, были созданы во многом для развлечения публики, для красоты, ну, чтобы было, так сказать, вот, просто красиво, да, любоваться, гулять вдоль них. Ну, в общем-то, так вот проводить свой досуг тогда, как-то, естественно, не было столько развлечений, как сейчас. Ну, и предпочитали, в общем-то, помещики, да, и свита, гости гулять часто по парку, по такой вот живописной местности. Ну, в частности, здесь вот на речке Чернушки. Вот, ну, вот эта речка, вот, она тут течет, и здесь вот, вот это тут между первым и вторым прудами, вот этот такой вот участочек, это единственный, пожалуй, такой вот естественный выход этой речки. То есть, вот мы можем видеть ее естественное русло. И видно, что речка совсем небольшая, хотя здесь неподалеку исток находится, но все равно небольшая речка, то есть там, в принципе, ну, примерно вот так вот ее ширина, она составляет где-то в районе, может быть, меньше одного метра. То есть, совсем небольшая речка, ну, а глубина и совсем маленькая, где-то в районе 30-40 сантиметров. Ну, практически ручеек, можно сказать, ну, чуть побольше все-таки. Вот. Ну, часто создали, вот, была реконструкция этих прудов, вы, наверное, знаете, и, в общем, создали здесь такие вот прогулочные дорожки, вот такие вот насыпи вокруг вот этой вот речки. Ну, и дальше все вот идет, тут раньше многие, так сказать, места были заболочены, сейчас идет заболоченность. Ну, не всю, но, значит, речки сняли, все эти пруды почистили, все заново залили, в общем, понятно. И теперь такие вот пруды, они, в принципе, просто гладкие, почти зеркальные. Ну, кое-где немножко есть заболоченность, сохранились, но уже немного. Вот. Ну, здесь, видите, железнодорога проходит реческого направления. И здесь вот как раз находится, вот, прямо около этих прудов, видите, находится платформа Покровская-Стрешнева, которая сейчас является частью центрального, второго центрального диаметра. Вот. И раньше, вот, прямо выходишь с платформы, никого забора не было, еще год назад даже. Вот. И можно прямо было запросто попасть, вот, прямо с платформы, с любой стороны можно было попасть в этот вот лесопарк. Сейчас большой забор поставили, выше человеческого роста, огромный такой большой забор. И пройти можно только вот через, только в одну такую, в одни ворота, в одну такую, такие вот, типа калитки, ну, небольшую, ну, чуть побольше калитки, ворота. И вот только здесь можно пройти, с одной стороны платформы. Там специальный переход есть, матовый такой, по светофору. И дальше вот, вот, и вход только сюда идет. И все. А дальше там сплошной забор, и там никаких дырок нет, потому что забор такой очень цельнометаллический, очень, с такими прутьями здоровыми, там особо ничего не проделаешь. Ну, в общем, все, конечно, как у нас любят, так, огородили опять по периметру весь, практически, лесопарк. Вот, раньше он тоже был частично огорожен, но все-таки частично, а сейчас практически полностью огородили весь. И входы есть немножко, вот здесь вот можно войти со стороны 5-го Войковского проезда, вот этот лесопарк. Вот, ну, тут можно войти по платформе Балтийской. Ну, и вот здесь, у Покровской стрешни, вот такие входы. Ну, дальше здесь и Вальковского шоссе есть несколько входов, можно войти. Так что, в принципе, войти-то, конечно, можно. Но раньше было более все так демократично. Ну, тут речка, почему Чернушка, но, скажем так, тут, конечно, точно не ясно. Ну, потому что, и, кстати, еще иногда называют ее Черная. Прямо можно встретить вот в некоторых источниках. Речка Черная. Вот, Чернушка, она Черная. Ну, потому что она черная, вода у нее как бы черная, то есть, когда смотришь вот на воду, да, она как будто бы черная. Ну, связано с тем, что там просто органические отложения идут на дне, да, вот, а речка же она такая неглубокая. И на глубине там вот, в принципе, все фактически покрыто илом, да, от разных отложений разных организмов, которые отмирают, ну, и, соответственно, отложения идут. То есть, дело не в том, что она там чем-то зараженная, да, или там какие-то химические, что-то связанное. Нет, просто именно с тем связано, что как раз эта речка, она просто, ну, как бы, смотрится вот, да, со стороны, вот, когда смотришь, как зритель, да, то она как будто бы черная. Ну, на самом деле, вода у нее, конечно, совсем не черная, обычная вода, в принципе. Вот, ну, немножко грязноватая, но в целом уж, конечно, явно не черная. Ну, так вот назвали, да, Чернушка. Ну, а, ну, Ушка, это такое, в принципе, типичное русское окончание, таких речек очень много. Типа Волнушка, Чернушка, там, Гнилушка и так далее. Вот. Ну, и дальше вот идет она по парку, да, здесь вот раньше много рыбы ловили, сейчас меньше рыбаков, много раньше заболоченности было на этой речке, ну, в этих прудах, скажем так, да. Вот. Ну, а так сейчас вот создали, когда вот реконструкция была, там создали, так сказать, зону для шашлыков, пикников, там, всякие беседки поставили, раньше их не было. Вот. Ну, раньше, кстати, многие купались даже в этих прудах, сейчас не знаю, раньше прям пляжи были, особенно вот эти, где большие пруды, вот это четвертый, пятый, ну, третья части, шестой. Ну, особенно вот это вот, четвертый, пятый, многие купались, прям пляжи были еще в советских временах. Ну, наверное, еще и при царе тоже купались, когда к ней тут помещики были, наверняка они тоже купались. Ну, это я уж не знаю, но наверняка, в общем, да. Ну, сейчас не знаю, кто-то купается тут, нет. Я, по крайней мере, купающихся не видел, когда шел, но, может быть, в особо жаркие дни кто-то и пытается. Ну, вроде как купание запрещено вот в этих прудах. Ну, а так отдыхать-то, пожалуйста, загорать, там, опять же, специально зона шашлыков, там, пикников, это, пожалуйста, все эти привалы тут можно, конечно. Ну, а так, в основном, просто люди ходят, гуляют, тут мостики, дамбы тоже сделали новые, между разными прудами. То есть, так, конечно, погулять неплохо. Ну, и дальше можно выйти вот к церкви Покровский, посмотреть там, хотя бы, издалека этот дом господский. Ну, и дальше погулять уже по самому парку, туда дальше пройти, там, разные поля, спортивные детские площадки есть, там, аллеи всякие, ну, в общем, футбольные поля и так далее. Вот. Ну, а дальше, видите, вот эта речка, она пересекает вот Волоколамское шоссе, вот она идет, да, большую такую, естественно, вот по коллектору. И дальше мы эту речку уже не увидим ни разу, да, то есть, речка, она скрывается в подземной трубе и течет она вдоль Полесского проезда. Вот, вот, около гаражей между Полесским проездом и гаражами. Тут одни гаражи идут вдоль железной дороги, но речка течет вот между проезжей частью этого Полесского проезда и гаражами. Потом скрывается под электроподстанции, потом под таким большим гаражным комплексом полет, таким паркингом, многоэтажными гаражами. Здесь дальше проходит под бывшей гординно-круженой фабрикой, вот, ну, сейчас там всякая аренда, короче, находится. И дальше пересекает от улицы Габричевского, вот она улица Габричевского, да, и вот тут вот речка течет, вот, и вот сюда, здесь вот, то есть под разными строениями. То есть, так, Габричевска делают дом один, дом один, и вот по дому один она прям проходит, эта речка. И дальше она, соответственно, пересекает железную дорогу, вот, Рижского направления, на перегоне Покровская-Стрешнево-Тушино. Вот здесь она пересекает, и опять пересекает гаражи, ГСК-Старт, вот, гаражный комплекс Старт. И дальше уже идет вот как раз к этому самому парку, ну, короче, к Щукинской набережной и небольшой такой парк, зону отдыха, вот, которая создана вот на берегу как раз вот канала Москвы. Ну, мы там, кстати, и давно были, и я показывал, вот это здесь находится ее устье, прям такое устье, и вот здесь вот речка, она впадает, заканчивается, впадает в каналы Москвы. А раньше никакого канала Москвы не было, появился в 1937 году, а до 1937 года эта речка шла дальше, вот, и впадала в речку Химку. Вот, видите, речка Химка, она впадает в Москварику, вот, речка Химка в Москварику впадает, а вот эта Чернушка, она в речку Химку здесь впадала, вот так вот. А вот этого канала Москвы не было, поэтому считается, вот, ну, до сих пор пишут, что вот, вот, речка Чернушка, это приток реки Химки, Хотя, на самом деле, никакой это не приток реки Химки, потому что сейчас на Химку никаким образом не впадает. Ну, как она может впадать в Химку, если она впадает в канал имени Москвы. А Химка, вот она, да, примерно километр до Химки. Поэтому сейчас она является притоком канала имени Москвы. Ну, конечно, немножко смешно, но, по крайней мере, впадает она именно в канал имени Москвы. Ну, по сути, она, ну, наверное, да, является все-таки притоком канала Москвы. Наверное, так. Ну, это искусственное образование. Здесь вот нижняя голова восьмого шлюза Вот этого большого, такого восьмого шлюза Вот, и здесь вот конец этого шлюза И, собственно, конец канала Москвы Канала имени Москвы Все, а дальше вот канал имени Москвы Здесь впадает Москварику, собственно говоря Все, тут же Химка впадает в Москварику Ну и вот здесь вот Видите, как сразу такая вот ситуация Такое интересное место Вот, ну и я уже говорил, да, что что не так давно, в 2018-2019 годах, в прошлом году проходила масштабная реконструкция этих прудов, семи Иванькинских прудов, ну и было, конечно, что-то ужасное, то есть там, знаете, нагнали огромное количество техники, бульдозеров, разных тракторов, такой тяжелой техники, и там вообще все перекопали, то есть все было перекопано полностью, всю зелень, все газоны, вот все пруды, вот все вот вокруг, вот все-все-все, вот все перекопали, все, что вокруг прудов. Ну, там были протесты, конечно, люди возмущались, но это все абсолютно бесполезно, там, помню, Митрохин даже приезжал, ну, он везде приезжает, но это все абсолютно бесполезно, какие-то местные там были активисты, естественно, никто их не послушал, и сделали по-своему, как хотели, и в результате, в общем, уничтожили весь полудородный слой, почву, да, пруды полностью спустили, да, вот эти все пруды, а потом заново залили, вот, и фактически, сейчас они полностью, как я уже сказал, подпитываются водопроводной водой, то есть, ну, уже через самой Чернушки уже практически воды, ну, поступает, но уже очень мало, в большей степени это водопроводная вода. Не будет ее, и практически все высохнет. Ну, да, попороли там заболоченности, конечно, сделали такие зоны отдыха перед берегом этих прудов, проложили всякие там дорожки, мосточки, дамбы, вот, всякие сделали беседки, скамейки положили, новые дорожки разные, вот там, вдоль берегов и так далее. Ну, в общем, как бы такую сделали современную зону отдыха, как часто делают во многих других местах. Ну, хорошо это или плохо? Я считаю, что это плохо. Почему? Ну, вы понимаете, конечно, если, с точки зрения, как бы, вот, что самое главное, природа или человек, скажем так, и сказать, что самое главное, человек, все для человека, да, то есть, в принципе, плевать на природу, да, то есть, плевать на то, что все разрушили там, все это, так сказать, весь, всю эту систему природную, да, главное, чтобы человеку было хорошо. Ну, если с такой эгоистической точки зрения посмотреть, то, ну, может быть, даже показаться, что вроде как, да, сделали ты хорошо, да, то есть ты сейчас идешь, а еще там была соболочность, многие места было не пройти, например, здесь, да, вот, а сейчас вот совершенно спокойно можно пройти, там по мостикам разным, да, по дорожкам, которые сделали по насыпям, но вроде бы, конечно, да, хотя при этом вырубили довольно много деревьев по берегам этих рек, растительность, да, то есть с точки зрения, вот так вот, если посмотреть, вот именно с точки зрения урбанистического человека, да, которого привык жить в городе, которому главное только лишь свой собственный комфорт, да, свои какие-то там, ну, удобства собственные, ну, да, можно подумать, что как будто бы вроде бы и неплохо, но, понимаете, я думаю, что все-таки человек должен жить в гармонии с природой, и то, что сделали с этим прудами, это просто, я считаю, варварство, потому что, ну, понимаете, разрушили фактически всю биосистему, да, то есть природный комплекс, ведь там же было очень много разных организмов, которые обитали вот в траве, там, да, в разных вот какой-то, ну, живности всякой, да, вот в таком, ну, в плодородном покрове верхнем, да, не только верхнем, потому что перекопали сильно, все это разрушили, корни деревьев много вырубили, пруды тоже там, ведь эти заболоченности, это швакически естественно заболоченности, да, там тоже очень много жило разных организмов, да, то есть все было связано друг с другом, вот, деревья подпитывались от этих прудов, там, допустим, да, всякие организмы там жили тоже, ну, все друг с другом как-то были связаны. В результате сейчас все это разрушили, перерубили, все заново как бы сделали, как вот, ну, как будто все как бы для человека, да, но в результате, конечно, вот природной системе нанесен большой урон, и, ну, естественно, что когда она восстановится, и восстановится она вообще, это еще вопрос, конечно, и, ну, явно, это пошло, конечно, не на пользу природе, все-таки нужно думать не только о себе, но и все-таки о живой природе, о живых организмах, вот, и, вы знаете, я вам скажу так, что даже вот если посмотреть, ну, с эстетической точки зрения, да, то есть вот, ну, вот даже если вот взять, встать на сторону человека, да, и сказать, да плевать там природу, да, все эти организмы там, которые там жили, ну, и ладно, нет и не надо, вот, и вырубили, ну, вырубили, ладно, ничего, порезали, порезали, ничего страшного, вот, но даже если так посмотреть, да, то, вы знаете, вот мне, я считаю, что куда более приятнее, вот, ну, вот, с эстетической точки зрения смотреть на пейзаж, когда вот такие, на естественный пейзаж, да, то есть когда вот, допустим, такие, знаете, какие-то камыши, там, какие-то болоты, когда какие-то есть, знаете, такие вот заливчики, там, всякие какие-то луга, естественные места, где даже, может быть, и пройти нельзя, понимаете, но для глаза человеческого, да, оно смотрится намного лучше, чем вот это все рафинированное, да, вроде бы все такое вычищенное, да, вылизанное, но при этом такое стандартное, да, вот все стандартное, и вот здесь вот сделали вот эти насыпи, там, да, около речки, такие вот, ну, из камней, которых раньше никогда не было, при этом уничтожили заполоченность, ну, и все стало, знаете, все очень такое стандартное, все очень такое прямое, и, мне кажется, с эстетической точки зрения очень стало, ну, некрасиво, некрасиво, то есть один камень, один этот булыжник, одна плитка, одни вот эти геометрические такие формы, да, которые, в общем-то, мне кажется, не очень красивые, да, они как бы ранят глаз, вот, вместо естественного ландшафта, естественной природы, поэтому, на мой взгляд, это, конечно, было сделано неправильно. Конечно, понятно, что я не говорю про то, что, а что, надо все бросить и вообще ничего не делать, естественно, что эти пруды, они, может быть, в каком-то смысле нуждались в том, чтобы, в принципе, ну, как бы немножко их чуть-чуть где-то почистить, там, да, чтобы как-то привести их в порядок, ну, мусор там собрать, ну, да, есть какие-то, действительно, где-то обмелели, где-то, действительно, они нуждались в какой-то прочистке, углублении, там, да, то есть, нельзя сказать, что вообще ничего не надо было делать, да, и оставить все как есть, лишь бы только, там, веками и годами они бы только боеводы. То есть, вполне можно было, конечно, что-то сделать, какие-то работы провести, так называемые благоустроительные, да, но, понимаете, все можно было сделать намного более деликатно, намного более, так сказать, уважительно к природе, более культурно, скажем так, да, чтобы, да, сделать это как-то тучечно, вот здесь вот где-то углубить, вот здесь немножко почистить, вот здесь что-то там, ну, где-то что-то там, вот какие-то лишние там, а что-то отрубить какие-то, ну, может, какие-то больные ветви там, допустим, да, что-то сделать. То есть, ну, такое вмешательство, знаете, не хирургическое, атерапевтическая эти из хирургии а есть терапия так вот понимаете я считаю что эти пруды не нуждались терапии а с ними сделать хирургии причем такую с ну можно сказать самый такой вот какой на только можно было представить самый страшный хирургии то есть прямо буквально ну отрезали ногу там да или что-то таком то есть когда уже что-то нужно какое-то прям ужас такое радикальное хирургическое вмешательство то хотя он у нас ну совершенно было абсолютно не нужно то есть вполне можно было ограничиться терапии вполне можно было сделать ну какие такие необходимые сеть на работы такие точечные да где-то косметические где-то чуть побольше ну так вот знаете но при этом не нарушать общего пейзажа не нарушать все вот это в большой биосистемы то есть вмешательство человека но сюда и мне кажется должно быть минимальным да вот в таких местах вот таких вот а это же природный комплекс большой дальше целый такой охраняемый причем особо охраняемый комплекс которых у нас москве все меньше и меньше с каждым разом становится и я думаю что просто естественно что можно было сделать но к сожалению у нас всегда идут по самому тяжелому пути по самому страшному пути когда уничтожается все просто все а дальше там как говорится ну чё будет то и будет да мы сейчас вот сначала до основания все разрушен да а затем а затем а что затем а затем теперь природе сколько нужно будет времени для того чтобы все это восстановить очень-очень много времени годы и годы и я бы даже сказал может быть и десятилетия для того чтобы вот это преодолеть вот эти раны которые были нанесены вот этим так называемым благоустройство ну что было то было поэтому кстати здесь вот окружная железнодорога проходит сейчас мцк да то есть алическое направление ну а здесь вот рядом мцк так что тут и железнодорога пересекает ну что было то было уже кажется было в любом случае не вернешь уже не поправишь теперь положение дел ну и вот наверное этом я закончил рассказ о речке чернушки в целом такой интересной речке вот и о которой мало кто знает ну вот теперь мы с ней познакомились чуть поближе вот и конечно рекомендую здесь погулять в любом случае по этим прудам и добраться здесь в общем-то достаточно легко либо от метро войковская неподалеку там пройти либо цк войковская совсем балтийская вернее совсем рядом здесь вот свойковской находится ну либо вот до железнодорожной платформы покровской стречни в стрижеского вокзала можно доехать ну либо вот тоже от войковской метро войковская вот сюда до платформы стречни в бывшие ленинградской это или здесь выйти лета на установку проект тут в принципе уж кому как удобнее